У нас очень много хороших спектаклей, хороших концертов, у нас педагоги очень хорошо, в общем-то, некоторые поют и играют, правда, хорошо все это делают, качественно, поэтому, конечно, хорошо было показать. Лада, смотри, какая книга шикарная, про Александра Невского, причем я ее купила в Переславле, шикарная книга, 700 рублей в церкви, но зато она в церкви освященная, а потом, я думаю, такую же надо детям подарить. Мы, когда делаем конкурс, у нас в этом году будет уже 40-й конкурс наших юных музыкантов-исполнителей, потому что на год позже, чем сам студия-центр. Я посмотрела, там московское издание, мы позвонили, оказалось, оно стоит 350 рублей, мы все 200 штук нашим детям купили, представляешь, ребенок такой красивый, тут и красивые, во-первых, Александр Невский, во-вторых, здесь красивые рисунки очень, посмотри, как здорово. Ой, посмотри, как красота какая-то, книжка изумительная совершенно. У вас вообще красиво, много икон, красота. Так, ну давай. Что, говорим, нет? Угу, говорим, да. Дорогая Ирина Михайловна, я очень рада, что мне предоставилась такая возможность с вами пообщаться хотя бы вот таким вот образом. Вот, я вас очень хорошо помню, я вас очень люблю, потому что все наши и многие моменты нашей истории, истории радости, они неотделимы от вас, поэтому я вас очень часто вспоминаю. И, конечно, нам вас не хватает, было бы очень здорово, но всяко бывает. Вот, я вас поздравляю от всей души, я желаю вам самое главное здоровья в наше такое тяжелое время, пусть всякие беды отходят стороной. Вот, то, что случается с нами, как бы исторически в нашей жизни, это все предопределено свыше, и мы должны это с вами спокойно, ровно, благородно переживать. А здоровье наше, оно в какой-то степени от нас зависит, поэтому за здоровьем надо следить. Я вам желаю всегда быть такой же замечательной женщиной. Я вообще восхищаюсь вами, вы таких детей вырастили, воспитали, вот я до Владара смотрю, я Ксюшу вспоминаю, это чудо, понимаете? Поэтому очень хорошо, ваша жизнь была интересная и есть, содержательная, и вы сейчас нужны вашим детям, вашим внукам, поэтому самое главное здоровье, чтобы все было хорошо в вашей жизни. Спасибо огромное за поздравление, вот, а еще мы будем встречаться с Ксюшкой. Немножко громче говорим. К Ксении исполняется 40 лет в этом году, представляете? 21 ноября ей исполнится 40 лет. А, ну подожди, мы поговорим, а потом передашь, когда ей исполнится. Давай. Можно. Можно, да? Ксюшечка, миленькая моя хорошая девочка, смешно сказать, но ты для меня так же девочка. Я тебя вспоминаю и здесь, в Москве, как мы занимались. Я вспоминаю наши восточные далекие поездки, когда ты начала увлекаться фотографией тогда, когда Владар тебе разрешил приобрести хороший фотоаппарат. Я это все очень хорошо помню, вот, и просто у нас общение, я не знаю, как с твоей стороны, но с моей стороны оно было всегда для меня радостное, с тобой общаться. Поэтому ты для меня всегда такая же замечательная, милая, хорошая, талантливая девочка. Хотя ты уже мама, вот, поэтому, чтобы все было хорошо в твоей жизни. Уже трое. Ой, трое детей у тебя уже, но это, я считаю, что это героизм для меня, это на уровне какого-то героического поступка. Ты сильная женщина, ты молодец, как здорово это все получилось у тебя. Я тебе желаю, чтобы ребята хорошо росли, чтобы ты получала от них больше радости, больше удовольствия, а трудности, которые всегда бывают обязательно, чтобы они преодолевались легко. Знаешь, как педагогике есть доступная трудность, и ее преодоление приносит радость. Вот пусть в твоей жизни точно так и будет. Поэтому я, хоть кто-то говорит, что якобы не поздравляют с такой датой, я ее не буду называть, вот, но я считаю, что поздравляют всегда, потому что это самый замечательный наш личный день, главный день в году. Поэтому я тебя с этим днем поздравляю. Я желаю тебе здоровья, счастья, радости от твоих детей, от общения с людьми, и чтобы все было у тебя в жизни хорошо, красиво и интересно. А вот если вспомнить путешествие, когда Ксюша пела... Это мы на Тайване тогда были. На Тайване были. На Тайване, да. Я очень хорошо помню Тайвань. Я помню, как это... Хорошо помню очень это. Вот вообще в поездке как-то, знаешь, вот просто сесть, начать вспоминать, оно как бы и не очень вспомнится, как специально. А по жизни буквально каждый день где-то ты бываешь и по ассоциации вспоминаешь что-то интересное. И я начинаю ребятам хору. Вот у меня сейчас в хоре 103 человека. Некоторые из них пришли... В возрождении. В возрождении, да. Некоторые пришли позже. Это человек 25, наверное. А вот я тебе даю, Влада, посмотрю, что некоторые фотографии узнаешь, кого-то, с кем-то ты пересекся. И вот когда я начинаю вспоминать, говорю, а кто помнит? Да, вот это. Я могу, если ты хочешь, я Ксюша тоже, может, тебе это интересно будет. А кто помнит, как мы были в Америке? Поднимите руки, кто был в Америке? Кто-то поднимает. А помните, как мы были на Тайване? Поднимите руки, кто-то поднимает. А помните, как мы были вот там-то? А помните, когда мы сделали вот это? И они же разных поколений. И всегда кто-то... А в Корее, как мы были в Южной Корее? Вспомните, пожалуйста. Они вспоминают. И мы рассказываем это другим, которые были в других местах. А те, которые нигде не были, кто к нам пришел, в основном мальчики, наши педагоги пришли, они вот так открывают глаза от удивления и от зависти, потому что они этого не видели. Но мы сейчас вот это... Я Ксюшечке тоже передам такую книжечку. Вот мы уже даже нашим хором «Возрождение» за эти три года побывали в ряде стран. Мы и в Испании были, и в Словакии были, еще где-то были, в городах разных были. И много-много всего получили. Вот здесь у меня много фотографий всяких. Вот даже те, кто сейчас поют. Видишь, все немужские. Вот Марк, например, он же в оркестре был, а ему захотелось петь. Ты понимаешь? А Леша, он у нас учился, когда был балалайчником, а стал певцом. Это самое... Саша, ты помнишь его? Вот, нет, вот он сейчас, к сожалению, не может, временно не может ходить. Он вообще в ФСБ работает, он много работает у него. Но тем не менее, вот. А вот это вот у нас, это самое, Саша Прохоров, который стал солистом, который очень хороший программист. Да? Вот он, да. Вот такие вот ребята все наши. А девочки, вот они, очень многих ты, наверное, вспомнишь. В разные времена ты их вспоминал. И Ксюша тоже вспомнит. Вот вон они все, вон они все. Угадать можно, какими были. И вот где мы были, что мы пели, что мы посетили, в каких местах побывали. Вот это вот... Да, Ксюша тоже передала, да? Вот тяжеловато. Но донеси, потому что дома посмотреть будет интересно. И по ассоциации можно будет что-то вспомнить. Это красивая часть нашей жизни. Красивая часть нашей жизни. А сколько сейчас детей обучают радость? Сколько сейчас? В радости детей в целом? Я где-то прочитал 12 тысяч человек. Радость теперь это огромный холдинг. Потому что у меня есть все. У нас даже есть мультстудия. Причем они лауреаты какого-то конкурса. И Юлия Сарычева рукой ездила даже в Америку. Ее в Южную туда. Ее пригласили туда, потому что они лауреатство приняли. У нас теперь школа журналистики. У нас художник. У нас хореография. У нас театральная школа. У нас вообще много чего стало. И у нас больше 12 тысяч детей по головам, если по головам. Мы в школах много. У нас в 8 или 9 школах хоры организованы. Наши хоры на базе школ. И студия бальных танцев есть. И фольклор есть. И эстрадное отделение есть в разных школах. У нас теперь даже духовое отделение. Оркестровое, духовое отделение. Ребята играют. Такой мальчишечка какой-то. Маленький мальчик 4 класса. Он играет на тубе. Как он с ней справляется? Понимаешь? Вот духовые инструменты. Это школа, где кадеты. Кадетская школа. Мы прямо на их базе, в их школе с ними занимаемся тоже. Ну вот поэтому, ну и будет постепенно все это расширяться. Потому что мы сейчас ремонтируем. Нам ждали еще одно здание и еще одно. Это уже третье. И вот у нас теперь еще два других. Но очень сложно ремонтировать все это. Всякие проблемы и оформительские, и реальные. Но на Дмитровской мы сейчас полным ходом делаем ремонт. Поэтому я думаю, что в этом году мы где-то к зиме его закончим. И там двухэтажное здание. Близко от метро. Вот МЦК. Такая существенная. Очень удобная. Окружная. Прямо, ну буквально как соседний дом. Вот поэтому я думаю, что там мы тоже. Вот там как раз и духовой отделение. И хореографическое, и малышок сделаем. Очень много мы с взрослыми людьми занимаемся. Вот эта программа долголетия. Они с таким восторгом тут к нам ходят. Вот трудности сейчас карантина мешает. Но зато овладели. Мы теперь работаем очень. Онлайн-работа у нас прошла шикарно. Мы благодаря этому научились фильмы делать. Учебные концерты. Концерты-лекции и так далее. Вот так что много. Очень много. По сравнению с тем, с чего мы начинали. Это не сравнить. Не сравнить. А теперь давайте вспомним, с чего начинали. Давайте вспомним, с чего начинали. А ты когда пришел? В каком году? Вы меня нашли в детском саду. В каком году это было? Это был 80-й год. А с самого начала? С самого начала. Вы пришли в мой детский сад. И я помню, как две тетушки пришли. Я испугался Петю. А потом все-таки... Ну ты не волнуйся. Ну, постой. Подыши. Ну. А какая песня тебе нравится? У солдата выходной пудрец в ряд. Замечательно. Это мне запомнилось. И потом... С чего мы начинали? Это был детский сад на живописной улице. Это день и дом. Если вспомните, живописная улица. Крайний... Вот 28-й трамвай туда ходил. И с правой стороны предпоследняя остановка перед кольцом. А я помню, что ты в какое-то время в какой-то другой хор ходил, а потом к нам пришел. Это получилось так, что у меня места не могли родить родители. И дальше я приехал в пионерлагерь Истребок. Мне было как раз 12 лет. Летом вы приехали туда на пионерский лагерь. И так меня это захватило, подхлестнуло. В этот год я пошел в хор Виват. Да, да, да. И осенью я отходил к ним, зимой. А к весне уже я почувствовал, что тяжело, нужно догонять школу. И не смог больше ходить во взрослый смешанный ход. И тогда я говорю, мам, давай туда, где Ксюшка ходит. Да, да. Давай сходим. И вот она привела. Говорит, нормально, сходи. Хорошие годы, хорошие очень годы были. Счастливые годы. ДК Мои тогда были. Да, да, да. И это 88-й год был. Мы поехали в Грузию. Помните поехать в Грузию? В Грузию мы ездили, да. Мы тогда дружили с Хором Маркве. Мы в Грузии несколько раз были в те времена. Очень много хорошего успели увидеть. Я потом был в Польше два раза, в Болгарии, как на самые-самые первые поездки. Потом Китай, Гонконг и Тайвань. Вот-вот-вот. В 90-е годы. Это прям Дуня появилась. Такая экзотика была, да. Я помню, когда мы первый раз на Тайвань. Это был первый, это второй раз был Тайвань. Нет, Ксюша была второй раз. А я был первый. А ты был первый. Потому что когда первый, я помню, мы приехали, прилетели, и нас не пускать. Я думаю, что такое? Документы не в порядке. А оказалось, они никогда в жизни не видели советского паспорта. И они стали созывать всех своих сотрудников, прийти, и они, Москва, 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 да, Москва. И они всем показывали наш паспорт. Потому что они этого никогда в жизни вообще не видели. Мы первые там были. Но потом уже началось потепление, уже Китай как-то стал с Тайванем уже по-другому общаться, дружить, и всё это. А вот мы туда первые попали. Но у нас туда не ступала нога советского человека. Так же, как в Южной Корее, когда мы были. Мы были в некоторых местах, куда нога нашего человека не вступала до нас никогда. Мы же были в... Ты был в Корее, видишь? Ты не успел туда. А Ксюша была? Думаю, что нет. А, в Корее она была? В Южной Корее тоже. Потому что там мы долго были. Там же мы были и в колонии для так называемых малолетних преступников. Там такие глубы, взрослые. Мы были в одной какой-то военной части, в которую никогда никого не пускали. А мы там были. Это была очень интересная поездка. А когда мы были... А во Франции ты был? Ксюша была. Ксюша была, да? Когда нас принимало это общество Тулуза, СНГ. Вот. Хорошие были. Хорошо с ними, мы долго с ними дружили. И они сюда приезжали. Вот много интересных вещей. А некоторые наши хористы до сих пор дружат с кем-то из Америки, из Италии. Куда ездили, кто вас принимал. Да, да, да. Вот. Ну, сейчас, видишь, временно получается трудновато. Хотя поездки... Когда-то у меня была приятельница в Польше, Ирена, и она говорила, самое на что... Единственное, на что целесообразно тратить деньги, она говорила, это на путешествия. И она заранее готовилась, как поехать, куда они с друзьями создавали команду, как бы, и продумывали маршруты, и действительно путешествовали, в общем, по всему миру. Действительно, это интересно. А тем более для нас, поскольку мы не только смотрим, мы еще себя показываем. Это всегда бывает интересно. Вот. Так что вот такие вот дела. Вы сегодня вспоминали, что где-то опыт переняли, как хор дистанционно обменивался... А ты, кстати, а ты слушал, как у нас получился виртуальный хор? Да, очень хорошо. Ты знаешь, ну, удивительно. Вот. Но тут многое, конечно, зависит и от того, как запишутся, и от того, как потом звукорежиссер будет собирать это все. Потому что все-таки каждый в один... У нас же творчество хоровое, оно коллективное творчество. Мы должны слушать друг друга, притираться голосами, слушаться в гармонию. Вот. Но тем не менее, тем не менее, у нас хороший... Вот виртуальный этот хор получился очень хороший. Я в прошлом году даже устроила конкурс виртуальных хоров. У нас многие откликнулись, из других тоже, из других городов, другие коллективы. Потому что в любых условиях надо находить что-то интересное. Никогда нельзя падать духом. Вот это самое главное. Как бы трудно ни было. Нельзя так заниматься, значит, будем так. Нельзя это, значит, будет это. Понимаешь? Вот. Никогда нельзя падать духом. Это самое главное. Вот у меня был вопрос как раз. Вы нам рассказывали о том, как люди переживают любую войну, собирая себя культурным духом, поддерживая себя. Как вы чувствуете в современное время, что нужно было бы для людей, чтобы объединяться? Ты знаешь, я тебе скажу, что вот как раз я одна же тебе расскажу, например, я года, уже года четыре, наверное, прошло или три. Наши, да, уже два года уже, вот эти все карантины, значит, это было года четыре назад, наверное, в Праге сделали совместный педсовет. Вот, значит, фактически он получился международный. И от нас послали группу директоров, и я тоже попала туда. Вот. Причем было так интересно. Сначала я предложила выступить. Я предложила, что я подготовлю. Ну, он сказал, нет, не надо. Ну, не надо, так и не надо. Я сижу, слушаю, расслабленно. Значит, кто выступает? Иностранцы, переводчик переводят. И вдруг подходит организатор, и мне на ушко тихонечко говорит, следующее выступление ваше. Ну, я пошла. И ты знаешь, что я им сказала? Мне самой потом понравился, это была импровизация, но потом мне сама понравился. Я, значит, стала им рассказывать, вот, какое значение имеет в жизни людей слово. Слово, оно объединяет, оно, ну, они не будут тебе рассказывать, что такое слово. Слово сделало людей людьми, превратило нас в людей. Когда появилась вот эта вторая сигнальная система, когда мы стали говорить. Слово имеет огромное значение. Она может убеждать, она может поднимать, она может всё, что угодно. Какое значение в жизни людей имеет коллектив? В худшем случае это стадное чувство, в лучшем это действительно коллектив, который может сподвигнуть на очень важные дела. Правильно? Коллектив. И все знают, какое значение имеет музыка в жизни человека. Когда во время войны уже у солдат сил не было, запеваем песню, звучит музыка, и они, новые силы появляются, и люди идут. Понимаешь? Вот теперь я вас спрашиваю, дорогие друзья, а что получилось? Музыка, слово и коллектив. Они думали-думали, вдруг кто-то додумался хор. Получился хор? Что такое хор? Это музыка, но не просто музыка, это музыка со словом. Это не просто музыка со словом, это же коллективное то, что музыка, слово. То есть три важных очень по смыслу для человеческой жизни, для человеческого характера, для человеческой жизни дела, и они объединили едины. Поэтому хор действительно, он очень сильно объединяет. Он может объединить, а вот что мы вложим в это? Какие идеи, какую музыку? Понимаешь, то есть хор это как все-таки форма, которая объединяет людей. А что ты вложишь в эту форму? Это будет содержать. Вот таким вот образом. Поэтому, конечно, хоровое не случайно... Древней Греции, я всегда и родителям рассказываю, и педагогам, когда семинар прожит, я нас даю. В Древней Греции все там были воины, да, Спарта, Афины, там они воспитывали мужественных воинов. Это было самое главное. Они все обязательно пели в хоре и играли на августе в обязательном порядке всем. Это я, когда в студии хоровой была, сказала, что вот хоровые студии получили свое начало от Древней Греции. Пели и играли на каком-то инструменте. А чтобы петь, они по тем временам, какая была теория, они что-то изучали. Иначе как? Вот это хоровая студия получается. Понимаешь? Вот из перевода из древнегреческого тоже я вам все говорил. Ты тоже знаешь, да? Как переводят слово необразованные? Не умеющие петь в хоре. Это на полном серьезе. Вот поэтому это важно. И во все времена хоровое пение имело очень большое значение. С помощью хорового пения именно воспитывали те учреждения, государства, воспитывали тех людей, которых хотели воспитать. Именно с помощью хорового пения. Понимаешь? Во все времена и во все эпохи. Вот так что это имеет большое очень значение. Кроме того, это еще и имеет большое значение чисто финансовое. Как говорил Асафьев, был замечательный композитор, музыковед Асафьев, Виктор Глебов его знан. Он говорил, самый дешевый и доступный музыкальный инструмент – это человеческий голос. Вот поэтому, конечно, нужно. Но в разные времена, в разные периоды разные люди не всегда достаточно ясно понимают это. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот поэтому я недавно по телевизору слышала передачу, меня очень заинтересовала. Южная Корея. Значит, там рассказывали, я своими словами скажу более коротко. Значит, обратили внимание, что стало меньше открытий научных. Меньше научных открытий. Они вели музыку в общепознавательной школе. Ты понимаешь, как интересно? Вели музыку в общепознавательной школе. Но это давно доказано учёными, ни одно открытие безэмоционально, без эмоций не произойдёт. И вот эти оба полушария, они должны развиваться и то, и другое, в обязательной степени. Вот это очень интересный пример. Музыка в общепознавательной школе. Вот поэтому, конечно, вот это эстетическое, художественное. Кроме того, это формирование культуры. Тоже интересно, когда мы были, вот ты был в первый раз на Тайване, и мы тогда по нескольким городам, помнишь, вот такой вот остров, и мы туда и обратно проехали по всем городам. И вот они очень интересно рассказывали. Вот дети, может быть, не обратили это внимание. Они рассказывали, что в своё время на Тайвань, они же попали, когда их выгнали. И Тайвань был тогда, в общем-то, необработанный. Остров там ничего не было. Они подняли экономику, они всё там на очень высокий уровень. И обнаружили, на фоне этого не хватает культуры. Что без этого дальше они развиваться не будут. И что они сделали? Они в каждом из десяти, у них там десять главных этих городов, в каждом из десяти городов они построили дворец культуры. Я смеялась по нашему образцу. Там библиотека, там концертный зал, там театральный зал, там коллективы творческие, театральные, танцевальные и так далее. Там спектакли, концерты и всё, культурная жизнь. Вот они построили эти дворцы культуры. Потому что без этого они поняли, и дальше развиваться не будут. И про музеи хотел спросить. Как раз вы с мамой как-то, мама ещё работала, задумывали, вместе обсуждали, как сделать музей. Она даже какую-то работу писала в этом направлении. Как открывался музей наш, немножко расскажите. Музей? Да, сейчас же три музея, да? У нас сейчас, у нас целое отделение музейной педагогики, я это называю. Мы сейчас, ой, сейчас очень интересно. Вот здесь это тоже, по-моему, есть уже, но ещё не всё. Сайт. Где-то здесь это немножко есть, но скоро я сделаю такой буклет, мы заканчиваем. Короче, ты можешь дома сидеть, нажимать, и ты увидишь и общий, и каждый экспонат, который ты закончишь. Мы сделали всё полностью виртуально. Вот каждый музей с описанием, с описанием. Причём Оля Афонина, у меня сейчас руководитель, это все его отделения, они подключают и детей, учат их, забыла, как это называется. Заполняют. Подкасты делать. Да, подкасты. Чтобы дети тоже участвовали в этом. А датчики мы когда-то, давно ещё, когда мы были в старом нашем здании, начали с военно-патриотического музея, потому что патриотическое воспитание, я считаю, очень важное. Я его, правда, широко мыслю. Не только военное, а в целом шире гораздо, но тем не менее. Вот я считаю, что дети сейчас, это уходит в историю, всё дальше и дальше как бы отодвигается это. И всё меньше остаётся с нами ветераны, которые могут именно сказать, это должно обязательно сохраниться в истории, и уважение должно быть обязательно к этому. Поэтому мы тогда кликнули, клич у нас была программа, дети собирают музей. А потом сначала некоторые родители, я очень хорошо помню, очень посмотрели на это скептически, а потом увлеклись и стаби стали нам нести. И куда-то там кто-то говорит, я поехал в деревню, потому что я помню, что у меня там было то-то, то-то и то-то. Вот стали нести всё и собирать у нас очень, у нас замечательный музей. Также потом народного творчества, потому что опять народное, вот музей народного творчества, традиции и быта. Это тоже очень, если мы живём на этой земле, мы должны эту землю знать. Это очень влияет тоже на характер человека, на его, на мироощущение, на настроение, даже на нервную систему. Потому что если человек всё время чем-то недоволен, значит у него негатив, у него здоровье будет хуже, у него интереса к жизни не будет, жизнь будет другая. На одно и то же можно посмотреть, очень по-разному. Нужно знать нашу историю, уважать традиции. Вот поэтому без, ну как это, без прошлого нет настоящего и будущего. Вот, и тоже, кто же мы стали собирать? У нас замечательный, ты был на четвёртом этаже? Там у нас изба, там у нас очень много экспонатов интересных. Я видела по ютюбе. Мы показываем, рассказываем и делаем, и тоже. Ну и, конечно, музей нашей истории «Центр радость», а потом он стал шире, потому что через наши путешествия, через наши концерты, через наше общение с музыкой, с искусством, мы, в принципе, узнаём всё это. Поэтому он теперь назывался уже «Музей музыкальной культуры», он музыкальный музей теперь. Ну и «История Центр радость», само собой. Понимаешь, поэтому мы вот такие музеи у нас. Мы там проводим занятия, причём занятия не то, что одна тема – знакомство с музеем, а именно как в хороших настоящих музеях. У нас они сертификаты, у нас они лауреаты каких-то конкурсов музейных, наши музеи. И мы проводим просто у нас теперь всей семьёй в музее, например, темы. Урок определённой темы в музее, уроки в музее мы проводим на самые разнообразные темы. И к нам приходят, вот тогда, когда нету карантина, к нам просто учителя приводят детей, и мы проводим у них занятия. Вы сказали, что мыслите патриотическое воспитание более широко. Чуть-чуть развейте эту мысль, шире, чем военная. Да, это и военная, это история страны. В целом у меня, например, я в прошлом году начала несколько тем, значимые события российской истории. У меня очень важный проект. Понятно, что это значимые события российской истории. Потом я сделала целый цикл тем полководцы и защитники России. Ну, это полководцы, начиная от Александра Невского, а защитники, тот же Мини на Пожарске, они не были полководцами, они были защитниками. Это тоже очень важно. Потом, я на этой земле родился, проект. Потом название проекта, оно уже говорит о том, что мы там показываем. Вот наши традиции, культура. У нас очень хорошее фольклорное отделение, замечательное. И сейчас вот педагоги, они делают очень интересные концерты, они делают очень интересные праздники, и они сейчас делают видеоматериалы. Вот эти вот час искусств, видео онлайн. Просто делают как бы фильмы такие, видеоуроки. И это всё тоже патриотизм. Останется в истории, да. Уважение нашей культуры, наших традиций. Это тоже патриотизм. Ещё был такой у меня вопрос, связанный с становлением малышка. Вы рассказывали мне как-то в одной из наших путешествий, а когда мы ездили с вами в Братиславль как раз, у меня тогда рассказали историю, как вы, будучи студенткой, перешли в аспирантуру и писали работу по комплексному воспитанию человека. И поняли, что нужно не только студентов, а ниже в школу, ниже... Да, я тебе могу сказать, ты знаешь, некоторые фразы, как такие постулаты, как опорные точки, на что можно ориентироваться. Например, Лев Николаевич Толстой. Он говорил, я всю жизнь перерабатывал то, что получил до 7-летнего возраста. Макаренко был замечательный педагог, замечательный педагог был. Он говорил, что всю жизнь человек потом прорабатывает то, что он получает где-то в 6-7 лет. Понимаешь? Вот поэтому вот то, что закладывается, оно вольно или невольно, потом даёт толчок по следующему развитию. Поэтому надо обязательно это закладывать. Более того, я вам скажу, я считаю, что 6 лет – это пик моего развития в моей жизни. И дальше 40 лет ушло на то, чтобы этот опыт освоить. Да, посмотри, сначала я делала просто музыкальные занятия, как подготовка. А потом я поняла, вот как раз, когда я в аспиратуре занималась, я много литературы читала, и научные, и методические, и всякие, и обдумывала. Действительно, очень взаимосвязаны общие и специальные способности между собой очень взаимосвязаны. Музыка, музыкальные способности влияют на общее, и наоборот, общее – мышление, память, причинно-следственные связи. А потом такие вещи, как сосредоточенность, как работоспособность, тоже очень важны. Поэтому у нас же отделение, ну, основу математики, так громко говоря, но всё равно какие-то элементы логического мышления. Математика есть, и русский язык там есть, и зо там есть, кукольный театр там есть, потому что через кукол дети очень раскрепощаются, и легче в них что-то дать. Поэтому развитие речи обязательно, ну, и музыкальные предметы тоже, не только петь. Петь только нельзя, даже на хоровом отделении только петь. Это неправильно, надо как бы со всех сторон влиять, потому что нужно и ум развивать. И движение. Я не знаю, ты помнишь или нет, если прийти к нам в хор и спросить, что самое главное в хоре, что самое главное в хоре, какое самое главное качество в хоре. Что дети ответят, знаете, что они скажут? Первое, терпение. Они дополняют. А второе, что самое главное, ну, когда кому-то я говорю при комнате, это у меня игра такая получается, они говорят там слух, там всё, нет? Ум. Ум. Вот терпение, ум, а музыкальные способности, они разовьются, они очень хорошо разовьются. Нет неспособных людей. Тоже один из моих, как бы, вот, ну, законов, на базе которых строится всё. Это неспособных людей нет. Только в каждом конкретном случае должны, видимо, изменяться методы. Поэтому это будет, если есть терпение, и человек, ну, интерес очень важен. А интерес очень важен, конечно. А знаешь, что такое талант? Это не я придумала, это я тоже в одну какую-то книгу прочитала. Прямо даже так в рамочке там. Талант равняется способности плюс труд. Способности плюс труд. Талантливый человек и неталантливый. А способности, кстати, тоже психологи тебе объясняют. Способности – это прижизненное образование. Человек рождается с задатками. Я очень люблю один анекдот, который я всем рассказываю. И тебе расскажу, если ты. Может быть, я его даже когда-нибудь тебе расскажу. Я его давно знаю. Один человек умер. И на том свете он пришёл к Богу. Рассказывать о тебе, нет? Пришёл к Богу. И говорит, покажите мне, пожалуйста, самого талантливого полководца всех времён и народов. И он ему показал сапожника с соседней улицы. Вот так. Поэтому задатки – это задатки. А если при жизни не получится каких-то условий, чтобы эти задатки превратились в способности и далее, ну, оно так и не получится. Вот поэтому даже знаем очень многих людей, там, каких-то музыкантов, тот же Шаляпин. Его услышали, вытащили, понимаешь, и ещё кто-то. Поэтому должен какой-то случай помочь, чтобы человек смог потом состояться. И вот на этом строится наша радость. Сюда принимаем мы всех детей, которых в музыкальной школе большинство из них не примут. А потом они оказываются интереснее, ярче, способнее и успешнее, чем те, кто в музыкальной школе учится. Ты тоже это знаешь, да? Знаю. Хотел тоже, чтобы в ответку сейчас, чтобы вы немножко передохнули, а я расскажу о возрасте 6 лет. С 5 до 6 лет папа меня научил моделированию самолётов. Он садился со мной в 5 лет и вставил мне буквально вот... Можно я редко скажу? Буквально вставил мне руки. Как работать скальпелем? Ну, маленькому ребёнку обычно вообще не допускают до нас. Но он был рядом, контролировал и прямо научил меня мелкой моторике, как зачищать облой. И мы клеили с ним маленькие пластмассовые самолёты, на которых он мне объяснял аэродинамику самолёта, как концентровку делать, как подержать в самолёте, сколько пластилина нужно навесить, чтобы он баланс держал. Научил пользоваться меня дихлоретановым клеем в 5 лет, с 5 до 6. Это было самое продуктивное наше время. Потом ему некогда было. И мне, в общем-то, некогда. Школа началась, всё это отпало. А вот полтора-два года у меня шло обучение авиации. И я тогда придумывал, как самолётик... Как бы сделать так, чтобы самолёт вот так вот взлетал сразу и как вертолёт держался на своём пропеллере маленьком. Вот меня удивлял. Он... Ну, почему у вертолёта большой винт, да, а вот у спортивных самолётов маленький? Ну, как бы сделать так вот? Вот. И всё время я фигуры такие вот крутил-крутил. А отец к этому серьёзно относился. Я помню, с каким вниманием он смотрел. И мы до детского сада ходили, философствовали, там, в чём смысл жизни, какие-то такие глобальные вопросы разбирали. И вот сейчас, несколько лет назад, я начал искать, собирать исторические материалы. А что же папа сделал? Что он, как лётчик выше... Мастер спорта по высшему пилотажу. Он сначала был по самолётам. К 30 годам мастер спорта по высшему пилотажу на вертолётах. Начинал он на Илюшинской фирме. Потом работал на других конструкторских бюро. И прошёл через целый ряд крупных таких проектов Московского авиационного института. Как один из конструкторов, занимающихся внутренними элементами этих самолётов, расчётами, аэродинамики. Ну, многих. Где-то поучаствовал как лётчик-испытатель. И вот один из последних проектов, когда он работал, ему было 46 лет, 40-46. Как раз это то время, когда мы с ним философствовали. Он однажды, я помню этот момент, он однажды воскликнул. Ты знаешь, сын, я, кажется, знаю, как это сделать, то, что ты изображаешь. Дай-ка я попробую это посчитать. И он заложил вот эту вот детскую игру мою в основу того самолёта. А сейчас я обнаруживаю, что этот самолёт, который он сделал, назывался он Акробат. У него маркировка МАИ-900. Он явился прототипом нынешних Су-31, которые считаются самыми лучшими спортивными пилотажными самолётами в мире. Их выпустили около 30 экземпляров. Выпуск, к сожалению, приостановили. И по всему миру гоняются, чтобы купить в своё пользование хотя бы один из этих самолётов. А тот самолёт, который он сделал, и воплотили они в металле, он до сих пор остался в единственном экземпляре. Его выкупил мировой рекордсмен Юргий Скайрест. Ты подумай, а кто ты всё это узнал? Всё изучал эти годы. Как раз эти 4 года у меня это главное, чем я занимался. Я вам хотела рассказать, какие баскетбольные мои достижения, всё это второстепенно. А вот эта историческая тема, которую я разрабатываю, я очень много ищу сейчас по интернету материалов. И нашёл видео с этим самолётом, как он летает. Вторая вещь, которую они делали, он активное участие принял в разработке МАИ-890. Это целая серия самолётов. Последний сертифицированный легкомоторный самолёт, который в 1989 году они доделали. Это последний самолёт Советского Союза, который был допущен к тиражному производству. Они сделали больше 300 экземпляров, и они до сих пор эти самолёты летают по всему миру. Я нашёл видеозаписи прошлых годов, вот уже 2010-х годов, в Испании, в Италии, в Германии лётчиках. А сейчас уже не делали? Сейчас какие-то другие мотивации уже. Да, уже пошла технология дальше, но десятилетия просто ничего не производилось. А те же самые самолёты перепродаются, их тут же покупают, восстанавливают, и они летают. Но что самое главное, вот этот акробат. Когда я увидел записи, это то самое, что я руками рисовал, пытался сделать. Вы представляете? Я буквально на прошлой неделе, я нашёл первую запись первых полётов этого папиного самолёта, когда он ещё лётное испытание происходил. И вот все дальнейшее развитие сейчас авиации на протяжении 20 лет, они воплощают новые технологии, которые с этого момента стали возможными. Потому что на этом самолёте начали крутить такие фигуры, которых раньше не было в высшем пилотаже. Вот это, в общем-то, мне хотелось рассказать вам сегодня. Ладно, хорошо. Тоже такой вот момент нашей семьи. И совместные истории. Вы помните, Виталия Ивановича, сколько он фотографировал, ходил, да? Каждый раз встречал. Я очень хочу вам. А можете немножко рассказать о нём ваше воспоминание? Ну, я рассказать-то трудно. Я даже помню хорошо, как вы и маму помогала, и всей семьёй вы нас там ремонт делали. Вот ты помнишь? Я запомнила. Тогда первый раз я поняла, узнала, сейчас это делают. Вот обои под покраску он мне показал, вот это новшество. Обои под покраску, здорово, как ровно будет. Я даже помню, какая они выглядели из такой ребрест. И меня тогда приятно удивило, как вы все помогали, это коллективно, вся семья помогала сделать этот ремонт. Это было очень здорово. Ну, хорошо, хорошо. У вас хорошая семья очень. Ну, и родители тогда технологически подошли, они просушили стены, которые были. Они разобрались с марками бетона. Они разобрались с марками качественно, очень хорошо. И вот то, что дружно очень вот это делалось, это я была очень приятна. А ещё они тогда применили впервые, они купили самый износостойкий линолеум. И поэтому больше не требовало ремонта десятилетия тогда проработала. Это я помню, это я помню. Это был яркий момент. Вот, такие дела. Что вы планируете в ближайшем будущем для радости? Какое развитие вы ставите на ближайшие пять лет, десять, пятнадцать, двадцать и пятьдесят? Да, уж, конечно. Ну, что бы вы хотели. Ты знаешь, я так далеко даже не загадываю, потому что сейчас очень сложно, во-первых, сохранить то, что сделано. Потому что сохраняется только то, что развивается. Если перестаёт развиваться, оно уйдёт назад и оно исчезает. Вот, поэтому это очень сложно. Кроме того, очень важно сохранять традиции и развивать. Потому что это тоже, я считаю, очень важно. Например, наш вот международный конкурс. Мы же первый раз её провели в 1990 году. Понимаешь? Вот традиции, это тоже очень большое значение для, ну, для людей. Это важно очень. И поэтому это нужно. Кроме того, сейчас очень много сложностей. Сейчас новое время, сейчас идёт компьютеризация, сейчас у нас идёт технически, сейчас и так далее. Всё это очень хорошо, и наука развивается, всё это замечательно. Но наступит какое-то время, через сколько-то лет, я не знаю, 10, 15, 20 лет, когда люди обнаружат, что на фоне развитого экономического и научного не хватает элементарной культуры человеческих взаимоотношений, не хватает определенной культуры. И тогда обратятся более... Сейчас не могу сказать, что этого нет. Почему? У нас объявлен год культуры, там программа специальная была подписана именно о развитии классической музыки. Тоже очень важно. Нельзя сказать, что на это не обращают. Но не совсем. Некоторые на местах руководители сейчас обращают мало внимания на эстетику. Сейчас всё другое. То есть, эстика и эстетика. А? Этика и эстетика. Эстетика. Эстетика – это различные виды художественного творчества. Это тоже хоровое искусство, музыкальное искусство. Сейчас, к сожалению, в школах сейчас трудности, поэтому хоров становится в школах меньше, это очень плохо. Музыкальные занятия как-то не всегда обращаются должное внимание. В массовом плане, в массовом плане. И, понимаешь, пройдёт сколько-то лет, 15, 10, 15, 20, не знаю, когда люди обнаружат, что это нужно. И тогда начнут возобновлять. А возобновить на пустом месте – это невозможно. Должны на чём-то. А я вот нашим педагогам говорю, пусть вам сейчас трудно. Будет сейчас так. Но потом люди поймут, и руководство поймёт, что это надо, а мы тут как тут. Вот это нужно сохранить. Потому что не всегда, не все сейчас в наше время понимают, потому что на фоне именно увлечения техническим прогрессом не все в достаточной степени понимают, что должно быть равновесие, должно быть содружество всех видов влияния на человека, воспитания, педагогики и так далее. Вот это очень важно. Поэтому это тоже очень важно сохранить, чтобы потом оказалось, что есть база, на основе которой можно снова всё улучшать и возобновлять, когда люди поймут, что это нужно больше. Что без этого… Вот как на Тайване, то, что я тебе рассказала о Непоре, как в Южной Корее поняли. Научных открытий нет, надо открыть уроки музыки в школе, общей образовательной, потому что отсюда начинается вот это, вот как ты сейчас рассказал, ты маленький был, вот тогда в тебе твой творческий элемент, который в тебе очень есть. И познавательный интерес у тебя очень развит, и творческий интерес у тебя, и способности творческие, вот тогда они тебе закладывались, понимаешь? Вот так оно и должно быть. Поэтому очень большое значение малышок имеет. У нас он очень большой, у нас около 500 детей здесь, и я буду и в новом здании развивать. Малышей надо обязательно, потому что это потом даст свои плоды, причём не обязательно, не надо же стать музыкантом. Вот один из моих, как бы, правил, законов, я тебе некоторые упомянула же, в том числе ещё один есть – музыка не цель, а средство. Это тоже очень важно. И поэтому, когда люди потом будут иметь другие профессии, им в тех профессиях поможет то, что они делали здесь, понимаешь? Вот именно не цель, а средство. Так что я думаю, что, ну, а кроме того, это формирование культуры. Я тоже часто рассказываю, тоже ещё один пример забавный. Когда у меня была студия на Бутовском Кутере, первая студия, как там пришёл милиционер один рассказывал, милиционер один пришёл, мы, ну, детское воспитание детей там у нас, и он рассказывал, вот знаете, мне уже много лет, он пожилой был, вот, и вот это был Советский Союз, когда мы ещё не ездили за границу, и валюту менять нельзя было. И тогда это было сложно, нельзя было иметь валюту. Но валютчики были. И он такой вещь говорит, вы знаете, вот когда преступники, там, убийцы, насильники, среди них не было окончивших музыкальную школу никогда. А вот вы знаете, среди валютчиков почти все с музыкальным образованием. Ты представляешь, ну, это живой человек сказал, он уже был почти пенсионного возраста, он много в своей жизни видел преступников и всяких. Вот, понимаешь, а вот теперь-то это нормально, а тогда всё-таки это было закончено. Ты в Советском Союзе. Интеллект. Ты представляешь, да. А среди них почти все с музыкальным образованием, с музыкальной школой. Да, музыкальная школа развивает мозги, поэтому я говорю, у меня в хоре дети знают, что самое главное, мозги. А то, что нужно, то и развивается. Тоже я всегда говорю, чтобы научиться бегать, надо что делать? Бегать. Чтобы научиться думать, что надо делать? Думать. В любой области. И в хоре тоже очень важно. Все закономерности тоже надо думать, тогда хорошо поможет. У меня ещё один был мотив, уже будем завершаться, закругляться, но я бы хотел вспомнить Жарова и отделение композиции, композиторов наших. А ты знаешь, Жаров умер. Очень жалко. Это такая, да, потеря. У нас замечательный бы класс композиции. Понимаешь, в чём дело? Мы же принимаем всех абсолютно, ты сам это знаешь, абсолютно всех без отбора. Но поэтому для того, чтобы ребята развивались, нужны то, что я тебе говорила, должны методы. Поэтому детей, как я их назвала, с невыявленными музыкальными способностями, для них определённые тоже факультативы, например, интенсивно-слуховое развитие предмет придумала, чтобы дать им возможность развиваться, догонять. И в то же время у нас есть программа «Целевая, одолённые дети». Потому что дети, которые проявляют лучшие способности, им нужно. Поэтому, в частности, класс композиции. У нас такие замечательные юные композиторы. Они в конкурсах участвовали, и сборники мы печатали с их работами, и в концертах они свою музыку играли. Вот он очень хорошо с ними работал. Но вот сейчас я вот думаю, пока я достойной замены не вижу. Но этого не может быть, незаменимых людей нет. Значит, я найду, потому что это очень важно. Класс композиции – очень важная вещь, очень нужная. Потому что именно важно, чтобы каждый человек, каждый ребёнок, каждый подросток должен развиваться на своём уровне. Вот коллективное творчество очень хорошо, оно подгоняет. Тем не менее, вот, например, в школе объясняют материалы. Значит, на кого надо рассчитывать? На то, кто хуже или на вот, кто лучше? Если рассчитывать на тех, кто быстрее воспринимает, тогда двойщики у вас будут. Если рассчитывать на тех, которые медленнее воспринимают, ещё Сухомлинский говорил, что никогда детей нельзя подгонять. Каждый должен в своём темпе быть. Это очень важно. А тогда те, которые быстрее и ярче могут быть, они тогда затормаживаются, значит, плюс коллективному воспитанию должно быть ещё и индивидуальное в рамках коллективного. Вот это я, у меня есть такое понятие здесь в школе – индивидуальный образовательный маршрут. Поэтому у нас есть программа, в частности, «Одарённые дети». И по этой программе мы некоторым детям даём какие-то дополнительные занятия именно не только тем, которые отстают, чтобы они догнали, а тем, которые могут развиваться дальше. И в этих рамках обязательно нужен класс композиции, потому что они действительно очень здоровы некоторые вещи делают. Сможете назвать несколько звёздочек нынешнего года? Ну, у нас Лёня Резников. Я его записала, кстати, вот мы сейчас будем делать вот этот диск. Мы там записали. Он написал для фортепиано с флейтой. И мальчик, она же в возрождении поёт, но он, Петя, он не умел, мы его учим, а на флейте он играет. И вот они, он сам, Лёня за роялем, он на флейте, они исполняют его произведения. Класс органа у нас. Наши орган, ты тоже знаешь, тоже это для одарённых детей, для именно тех, кто продвигаются. У нас замечательно, у нас, например, Маша поступила, она сейчас уже на втором курсе Гнесинского колледжа, именно на отделении органа, вот, у нас замечательно. А как Сева играл на органе, просто он выбрал другую профессию, но играл он на уровне профессионалов и участвовал в конкурсах органистов наравне с студентами консерватории и становился победителем, шикарно играл. Вот, у нас очень хороший орган, и поэтому дети имеют возможность, вокал тоже для индивидуальной. Пожалуйста, проявляйте себя, развивайте, ищите себя, очень важно это найти. Ну и на завершение нашей записи, ваши пожелания выпускникам. Найти такое своё место в жизни, которое даст им то, что я называю равновесие. Вот, очень важно. Трудности всегда будут, что-то получается, что-то не получается. Вот, не надо стремиться не к тому, чтобы там материальное что-то, или ещё что-то, нужно, чтобы было внутреннее равновесие. Вот это очень важно. И тогда будет всё хорошо. Давай. Вот. Вот. Разным людям, в разных случаях. Одного профессора спросили, как вы относитесь к своей работе. Он задумался. А я, собственно, не знаю, я никогда не работаю. Я всегда делаю только то, что мне интересно. Представляешь? Вот если работа окажется интересной, это очень хорошо. Ну вот, а в любой работе какой-то свой интерес может быть. Главное, чтобы всё было хорошо. А самое главное, вот это вот душевное равновесие. Чтобы не было всё время какой-то неудовлетворённости. Вот это ужасно. Она же разъедает. Вот это важно. И поэтому своё фотоагентство я назвал Клилт, что переводится слова сквозь языка, мир, спокойствие, гармония, равновесие. Ну вот, так что вот такие дела. Ладненько, я очень рада была, что мы с тобой повидались. Боль-менее у тебя всё нормально. Давай. Ближемся, развиваемся. Да-да-да-да-да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok